всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения с вами рэй мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды так ежедневку мы забрали бесплатно открываем пак здесь нам ничего не выпадает так забрали здесь пройти серии испытаний ну что же давай быстренько пробежимся кстати мы уже переходим на второй круг это очень-очень хорошо так давай-ка я возьму наверно здесь макмана на самом деле здесь надо было брать бакстера и при всем при этом еще захилять то есть восстановить им полностью здоровье потому что покоцанный мне он совсем не нравится так ну что острозу то время на его нос морщинистый нос ее мое острозу завязывай давай раз-два-три опа сразу же ребята в минус загнали отлично так этот готов ай-яй-яй раздавил макмана ну что шреддер собственно персона который выходит довольный до деловой походкой своей такой делаж ох ты гаденыш ну чё си он еще и постепенно урон повесил на макмана а ну-ка крэнк ну-ка вломи ему по полной программе нечего здесь выпендриваться на и леонардо наверное его добьет все таки да своим вот этим вот проникающим ударом он его поставил на колени ну а мы с тобой прошли серию испытаний поэтому двигаемся дальше так заберем награду здесь и теперь нам нужно сразиться в поединках так мутагена у нас 28000 а это значит по моему до 20 ой 25 95 уровень получит у нас зэк а где у меня вот он микеланджело смотрим четыре наушника да нам нужно найти хорошо давай попробуем отыскать но так это уже вторые третий и последний нам нужно найти четвертые а вот и и 10 ящиков с инструментами насколько я могу понимать давай здесь попробуем 12 ну что ты 3 4 5 6 7 8 так 9 и последний 10 но мне кажется у меня не хватит а нет хватит хватит ребята мутагена все отлично ну что жду пятой ступени что посеешь ту и пожнешь мы прокачали нам еще останется найти 12 номеров и 10 пленок с катушкой это уже в следующих сериях сейчас забираем все награды да 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 так на испытаниях нам наверное может быть в клан food все-таки ребят сыграть так так слушай-ка но здесь 70 уровень противников может быть менее надо было здесь взять брать все-таки донателлы ладно попробуем через уклонение допустим сразу вертушку да нет мы наверно разберем их так вертушку пока прибережем надо было рафаэль это сейчас выставить мне в провокацию наверное что-то я поспешил замечательно переходим на вторую волну здесь у нас острозуб ксивермонтес бакса стоп он короче и карайка поэтому я здесь вертушку делаю добьешь да ладно ты серьезно какой же донателла слабая ну что сурикены сурикены выпустили так далее наверно минус острозуб вырубим муху так астероид да он у него слабый поэтому повреждения будут минимальные а пока вон тут на майке прыгнул да ну что я думаю наверно давай вообще возьмем провокацию да и все так надо было вообще давно сделать уже рок-стади упал биббоп упал и шархан тоже ребята упал ну что могу сказать идем прекрасно кстати это я ребят перед работой решил поиграть чтобы немножечко еще как говорится бустанутся на самом деле я хотел поиграть джек мув но я тебе скажу что опять ребята мне придется проходить игру все заново загрузился короче и игра глюканула и я не могу двинуться с точки прикинь и сколько бы я раз не перезаписывался он все равно в этой точке появляется и сделать я ничего не могу это уже какой-то второй раз мне приходится проходить игру все заново и благо я уже там все знаю поэтому думаю что наверно на своих длинных выходных мы уже эту игру пройдем в конце концов будь она не ладно игра то прикольная понимаешь но вот вот эти вот глюки и баги конечно очень раздражает поэтому на этих днях на ближайших ее не будет потому что я буду работать а на выходном на своем длинном я скорее всего все таки да пройду ну еще учитывая время то что мне нужно будет пройти и и до того самого места где мы остановились остановились мы в канализации так на что упадет нет он не падает а если мы сделаем вот так он замечательно так берет горелку ну-ка да ты посмотри какой я крепкий давай я возьму провокацию здесь ну что рок садди ты будешь нападать или нет ты посмотри он под защитой вообще не пробивается фух молодец леонарда такс ну что начнем с карайки наверно да а если я возьму ярость и защиту дополнительную так карайку убираем отсюда шредер вот зачем он хиляется если у них full хп я не понимаю этого ответка еще одна ответка и еще одна ответка теперь я возьму уклонение поставлю специально пробьешь красавчик даже уклонение не помогло так минус шархан минус бакстер и минус шредер ну что вторую событие мы тоже прошли а вот насчет третьего я честно говоря уже ребят не уверен девяностый уровень а ладно было не было попробуем слушая наверно пока без уклонения я приберегу его на потом ай-яй-яй рафаэля у меня застанели к сожалению ладно да хорош бомбит его еще еще и эти спецвозможности и ребята блокировали сюреки может быть давай попробуем ага хорошо вырубили этого нам надо будет лечиться наверное скорее всего ну сейчас еще как броновато я считаю по хп вроде бы норм все так рахзар до своей провокации сто процентов давай наверно сделаем вот так вот все таки и защиту все так мы понятное дело что этот берет провокацию рахзар теперь вся надежда на рафаэля рахзар я вообще-то и не знаю в я м в в в в в в Ребят, нам надо как-то залечить Рафаэльчик-то. А ну-ка, пробьешь ты Криса? Замечательно. Так, вот. Вот оно, лечение. Замечательно хильнул. Блин, ну давай, ладно, хорошо. Попробуем шатать Бакстера. Не вышло. Этот теперь взял провокацию. Ё-моё, еще и Маузеров выпускает. Ну что я могу сделать? Наверное, уклонение в первую очередь. Это раз. Блин, как-то надо пробивать этого хламона. А как его пробить, видишь? Ему пофиг. Все, что мы делаем, ему по барабану, понимаешь? И этот достал уже, а? На, наконец-то он упал. Да, Майки, я верю, что тяжело. У него, видишь, уклоняк, а пробивный месли. Наконец-то. Третья волна. А у нас ни одного суперудара не осталось, да? Как иронично, а? Ну-ка, сюрики. Блин, наверное, Муха успеет все-таки хильнуть. Так у них, видишь, тут не только Муха, у них и Шреддер хиляет. А, мне запрет повесили на хил. Так, вот, уклонение делает. Ну, понятно все. Муха, блин, тут пляшивая вылезла. Давай. Так, подожди, у нас на Шархана, да? Усильная такая. Допустим. Но не забывай, что Шархан... Ой, Евалун. У-ху-ху-ху-ху. Неужели... Неужели этот охламон, ребята, подобьет, а? Да, скорее всего, Бибов сейчас, ребята... А, не на Рфели? Ой, на... Майки переключились. Блин, ничего не... Вот, провокация есть. Давай дополнительную защиту, пока не поздно. Вот, хил. Неужели? Ё-моё, я уже думал, все. Сфейлимся. Так, ну это тоже охламон, конечно же. Хиляет свою команду. Горелка. Плохо, что постепенный-то урон повесил. Да ты заколебал, ну серьезно, а? Да вали ты этого! Понятно, у него там... У клоняха стоит, фиг ты его пробьешь. Давай, Рафаэль. Давай, Рафаэль. Молодец. Минус рок-стыди. Минус шреддер. Надеюсь, пропадем. Да, с горем пополам мы прошли с вами на все три звездочки без потерь. Снаряжение кланфуд. И теперь... Попробуем пофармить. Так, мне... Доллары мне нужны вот эти значки, ребят. Ну и, соответственно, жетоны. Если выпадут, я не буду против. О, эксперт снаряжения я получил. И как раз у нас сыр закончился. Так, ну что, ребята, теперь идем на турнирку. Смотрим. Лига мастеров. Две звезды. Пятый ранг. А прошло-то, ребята, совсем ничего. Очень мало времени прошло. И меня все-таки скинули. Я не думал, что так быстро скинут, сбросят. А вот так вот. И самое обидное, что у меня всего пять откатов. Вот скажи мне, как я тут должен тогда... Так, подожди. Давай попробуем вот тогда... С наших черепашек для начала. Где там сплинтер-то? Я не пойму. Вот он. Попробуем с наших черепашек сейчас... Отыграть. Нет, ты посмотри, а. Все-таки скинули, а. До двух звездочек еще... Довольны такие. Нам нужны массовые, ребята, атаки. Иначе мой сплинтер... Сейчас ухлоняшка сработала. Это хорошо. Берем провокацию. Сюрики. Нормально. Ивану к обсдарике наступили. Ну что, сейчас мы переходим обратно. В Лигу Мастеров три звезды. Семнадцать двадцать четыре. Давай я, наверное, вот этих вот возьму. Беру Армагона, плюс возьмем, наверное, Зека. Армагон и Зек. Раз, два, три. Ну, Зек сто процентов должен быть первым у нас. Единственное, чтобы вот у нас Майки этот не сбросил дебаф, который я на них повешу. Нет, он не успевает. Кто-нибудь выживет, интересно? Нет, никто. Армагон это, конечно, мощь. Это сила. Так, девяносто четвертая позиция была, становится восемьдесят третья. То есть на одиннадцать ступенях мы пролетели. Это очень хорошо, кстати. Давай я возьму вот эту вот команду. Берем Макмана, Бакстера и Усаги. А не жирно ли им, а? Будет. Ну, опять же, тут Майки. Черт его знает, как тут лучше сделать-то. Ну, давай, короче, тогда вот так вот сделаем. Семьдесятников отграем. Ну. Блин, у них Пит ходит. Ты серьезно? Решил захилять. Отчего только непонятно. Мы вроде бы как побеждение не наносили им, да? А он уже хиляться побежал. Слушай, ну, нормально. Жалко, конечно, что Змей Кобьюн у нас не отыгрался. Тут никогда не знаешь, ребята. Возьмешь много, плохо. Возьмешь мало, плохо. Вот так вот постоянно. Так уже головой с Крэнгом. Мне кажется, они тут порвут любого. Тут по инициативе, в принципе, никто особо силен. Нету сильных, да? Таких как Хан, Карайки. Поэтому... Начинает у нас Крэнг, а заканчивает, по идее, кожеголовый. Ну, давай добивай их уж всех. Замечательно. Так, показывайте мне, какое место у меня будет. Наверное, на 62-е. Угу. Ну-ка, давай попробуем. Ну что, я возьму, наверное, Армагона на откат. И Усаги возьму. Раз, два, три. Сейчас, потому что будет первым ходить Усаги. Он должен хорошо так лупануть. Ну, а Армагон поставит жирную точку в этом поединке. Да, шансов у них здесь уже нету. Я вижу, по ХПшкам, плюс еще постепенно урон висит. Идеально. Ну что ж, тогда погнали далее. Была у нас, как это, 62-я. Должна быть 52-я, по идее. 51-я. Значит, не 10, а 11 ступенек мы пролетели. Так, если у нас, например, Ванька и Армагон. Ну, Армагон, понятно, ходит первый у нас. А вот Ванька, успеет ли? Надо майки вот этого оригинального завалить. Замечательно. Ну, теперь Ваня, ты. А так бы здесь ходил бы Михеланджело после моего Армагона. Потому что, на самом деле, у него намного лучше. Ну что, 41-ю позицию даете мне? Хе, замечательно. А я, а я двигаюсь дальше. И опять же, возьму Армагона и отыграю его через вот, наверное, этих ребят. Хотя, слишком жирно, мне кажется, через этих ребят. Давай-ка вот лучше через этих. Я просто как можно больше хочу, ребята, за откаты отыграть боев. Ба-бах. Ну, давай, наверное, возьмем провокацию. Блин, надо было Дони шлепать. Вот это я, ребята, лопухнул сейчас. Ой. Хорош. Блин, неужели разару крышка, ребят? Да. Да-да-да, скорее всего, ребят, кранты ему. Я фиг... Блин, того Рокзара надо прокачивать, ребята. Это трэш полный. Он не вытягивает. Он просто не вытягивает. Блин, одного потеряли. Меньше, конечно, получим. С 41-ю, я не знаю, там, какую... 34-ю вместо 31-ой получили. М-м-м. Армагон, в принципе, все хорошо сделал. Но, видишь, эти, как всегда, подвели, подкачали. Как всегда, подкачали меня. Вроде, думаешь, должны справиться. Угу. Но ничего подобного. Рокзара... Но если бы я не видел провокацию на Рокзара, тогда бы кто-то другой пострадал. Поверь мне. Я хотел как лучше. Предназначение у него такое. Стоять и защищать. Понимаешь? Он должен был выстрелить. Но... Его там размозжили только шорох. 23-е место. Один, ребята, откат. Наверное, мне придется идти в магазин. В Энергию. И за рекламу смотреть. Получать откаты. Так, ну что, друзья. 11 откатов я получил. Мы продолжаем. Тут, кстати, у нас 24-й ранг. Чуть-чуть остается до топчика. Поэтому возьму Армагона и возьму Леонарда. Раз, два, три. Ну сколько получается, если по десятке брать? Три поединка, да? Получается так. Так, это получается 24-й, 14-й, 4-й и последний поединок до первого места. Так-с, ну что же. Давай посмотрим. Авось как-нибудь тут перепрыгнем до 11-го. Нет, до 14-го. Все-таки, ребята, до 14-го места. Давай, опять же, я возьму Армагона. Возьму Зека. В принципе, Зек неплохо там должен справиться с помощью своей бомбочки. Тем более, как мы знаем, что у него самая, по-моему, быстрая инициатива. Тем более, на его-то уровне сейчас, на 95-м. Он должен переплевывать вообще всех. Блин, что-то, слушай, как-то мало он отнял. Ой-ой-ой. Блин, ну Армагон, как всегда, не подвел. Блин, я думал, Зек будет бомбить посерьезнее. Что он там отнял-то у них? Микрополь какой-то. Ну что, четвертая позиция. Оу! Первая. Все, ребята. Я думал, три поединка. Оказалось, в два уложились. Нормально, я тебе скажу. Вообще шикарно. Так, дай-ка вот это вот все обменяю, а то опять все это мешается. Так, а у нас, блин, есть немножко пиццы. То есть мы можем вот здесь вот, да, еще сколько там у нас получается? Четыре раза, по-моему, мы можем здесь. О, 50 сразу же выпало нам. Шинегами. Так, 4 доллара. И сплинтер. По-моему, больше, да, больше у нас пиццы, к сожалению, нету. Так, ну что, ребята, я вам скажу. Все очень хорошо. Давай-ка посмотрим, сколько у нас платиновых осколков. 30, 10 плюс 75. Это получается 385. Ребята, эта неделя заканчивается. И на следующий уже, на следующий, после прохождения, мы будем прокачивать кого-то в платиновый ранг. У нас очень много кандидатов, прям вот, прям дофигища просто. И вот кого прокачивать, я не знаю. Для меня, в первую очередь, конечно же, лучше тех, у кого есть массовые атаки. Вот, например, слэш, если мы успеем накопить, досуен в платиновый ранг пойти. Так, но эти еще слабоваты. Тут, видишь, у нас тоже, ребята, у нас Ханта, кстати. Ох, Ханта у нас в платиновом ранге, а он вообще не прокачанный, прикинь. То есть, да, нам есть над чем подумать, кого прокачать. В общем, ребята, все еще впереди. Очень много интересного будет. Ну, а на этом я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.